Здравствуйте, ребята! Темой нашей сегодняшней лекции является организация питания детей и подростков, особенности питания в учреждениях разных типов, организация медицинского контроля за питанием. Рациональное питание детей и подростков является одним из важнейших условий, обеспечивающих их гармоничный рост, своевременное созревание морфологических структур и функций различных органов и тканей, оптимальные параметры психомоторного и интеллектуального развития, устойчивость организма к действию инфекции и других неблагоприятных факторов. Рациональное питание должно обеспечивать постоянство внутренней среды организма, гомеостат, и поддерживать жизнедеятельность на высоком уровне. Основой жизнедеятельности организма является обмен веществ и энергии. Обмен веществ представляет собой сложный процесс превращения веществ, и состоит он из двух противоположных, одновременно протекающих в организме процессов – ассимиляции и диссимиляции. Ассимиляция или анаболизм объединяет все реакции организма, связанные с синтезом необходимых веществ и их использованным для обеспечения жизнедеятельности, роста и развития. Ассимиляция или катаболизм – он включает реакции, связанные с распадом веществ, их окислением и выделением из организма продуктов распада. Обмен веществ у детей, он проходит значительно интенсивнее, чем у взрослого человека. Причем чем меньше организм ребенка, тем интенсивнее идут у него в организме обменные процессы. Так, величина основного обмена у детей в полтора-два раза превышает величину основного обмена взрослого человека. В зависимости от возраста, вот на этом слайде мы вам представили, значит, интенсивность обмена вещер в зависимости от возраста ребенка. На каждый килограмм массы тела в возрасте, значит, двух-трех лет интенсивность основного обмена составляет 55 килокалорий. В 6-7 лет он составляет 42 килокалории. В 10-11 лет – 33 килокалории. В 12-13 лет он составляет 34 калории. У взрослых людей величина основного обмена на каждый килограмм веса составляет 24 килокалории. Энергозатраты организма у детей также значительно выше, чем у взрослого человека. Вот в этой таблице мы вам представили энергозатраты ребенка в течение суток, приходящего на каждый килограмм массы тела. До 1 года энергозатраты составляют 100 килокалорий. От 1 до 3 лет – 190 килокалорий. В возрасте 4-6 лет – 90-80 килокалорий. В 7-8 лет – 10 лет – 80-70 килокалорий. В 11-13 лет – 70-65 килокалорий. И, значит, в 14-17 лет – 65 и 46 килокалорий. Повышенный основной обмен энергократы у детей и подростков делают необходимым особый подход к организации их питания. В настоящее время, значит, действует принята теория балансированного питания. Вот обеспечение всех пластических процессов в организме ребенка и отуспление энергетических функций возможно только при сбалансированном питании. Концепция сбалансированного питания основана на определении абсолютного количества каждого из пищевых факторов и их соотношения при учете физиологических особенностей конкретного возраста. Разбалансированность основных компонентов питания неблагоприятно сказывается как на обменных процессах, также отрицательно влияет на рост развития и состояние здоровья детей. Питание может быть принято полноценным, если оно достаточно, как в количественном и качественном отношении, покрывает энергозатраты организма. Пищевой рацион детей должен быть сбалансирован в зависимости от водоста, пола, климата и географической зоны проживания, характера деятельности и величины физической нагрузки. Как я вам сказала, питание детей и подростков должно быть рациональным, но рациональное – это здоровое питание. Значит, еще что представляют собой основные принципы рационального питания? Ну вот первый основной принцип – это, значит, количественная полноценность питания, энергетическая полноценность. Значит, пища должна удовлетворять энергетические затраты организма. Вторым условием рационального питания является сбалансированное питание, качественная полноценность питания. В составе питания обязательно должны быть белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, и все они должны быть в сбалансированном, оптимальном соотношении. Третьим важным элементом рационального питания является соблюдение режима дня. Кроме того, вот в детском питании одним из основных принципов также является привитие детям культурно-гигиенических навыков во время приема пищи. Пятым важным принципом рационального питания является соблюдение, он является очень важным, одним из важных принципов рационального питания – это соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима и правил предназначает транспортировки, обработки, приготовления пищи, соблюдение этих санитарно-гигиенических мероприятий в пищеблоге, обеспечивает предупреждение пищевых отравлений, желудочно-кишечных, инфекционных заболеваний и клистных инвазий. Разберем теперь мы с вами основные положения рационального питания. Как мы сказали, первым принципом рационального питания является значит его энергетическая полноценность. Пищевой рацион детей и подростков должен покрывать все энергетические потребности организма, связанные с бурным ростом и интенсивной жизнедеятельностью детей. Значит, эта энергия образуется, мы знаем, при расщеплении белков, жиров, углеводов. Вот при расщеплении белков и углеводов образуется 4 килокалории, а при расщеплении жиров образуется 9 килокалорий. И они обеспечивают энергетические затраты организма. Значит, обеспечение энергии в суточном рационе должны осуществляться как за счет белков около 14%, жиров 31% и углеводов 55%. На что тратит ребенок энергию и из чего складываются энергозатраты организма, как за ростом, так и ребенок, значит, тратится, организм ребенка тратит энергию на основной обмен. Затем, вы знаете, динамические затраты энергии организма складываются из трех компонентов. Энергия, затраченная на основной обмен. Динамическое специфическое действие пищи и энергия, затраченная на различные виды деятельности. Вот эта энергия восполняется за счет белков, жиров и углеводов. В каком соотношении на этом слайде вам представлено. Следующим компонентом рационального питания является его качественная полноценность, ребята. Значит, пища должна быть вторым элементом рационального питания, являясь ее качественная полноценность. В состав, как я вам сказала, питание должно включаться в белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и, значит, витамины. Вот все нутриенты, они делись на четыре большие группы – макронутриенты, микронутриенты, эссенциальные, незаменимые нутриенты и заменимые нутриенты. Вот к макронутриентам относятся жиры, белки, углеводы. При окислении они дают энергию для осуществления всех функций организма, как я вам отметила выше, и являются также строительным материалом. К макронутриентам относятся минеральные вещества, биоэлементы и витамины. Необходимы они в небольших количествах, в микрограммах, в миллиграммах и принимают участие в регуляции функций организма, в процессах его роста и развития, в усвоении энергии. Эссенциальные, незаменимые, климатный ряд витаминов, минералов, аминокислот, не синтезируемые в организму. Их дефицит обязательно пополняется, значит, поступлением пищи из вне, их дефицит или отсутствие может привести к серьезным нарушениям. Заменимые нутриенты – это ряд определенных аминокислот и витаминов, которые синтезируются в организме в небольших количествах и должны, значит, дополнительно поступать с пищей. Ну, самым главным, конечно, компонентом питания является белок. Белок в переводе с греческого означает протез, первый. Белки являются пластическим, страдительным материалом. Они необходимы не только для возмещения белковых затрат, но и для формирования новых клеток, для роста и развития. При недоставке белка в питании детей возникает азотистая равновесие. У ребенка должен быть положительный азотистый баланс, который приводит к отставанию в физическом и психическом развитии, снижению защитных сил организма. Первостепенно роль белка как пластического материала может быть подтверждена и тем, что белок составляет 17% общей массы тела в расчете на схую 47%. С белками связаны все основные жизненные процессы, обмен веществ, способность к росту, размножению, раздражимы, сократимы, исследователи движения во всех его формах и многие другие функции организма. Белковые природы также имеют ферменты, которые катализируют процессы углеводного и жирового обмена. На белковом дефиците нарушается синтез гормонов. Белки участвуют в образовании иммунных тел и формировали как искусственного, так и естественного иммунитета. Белки обеспечивают и другие защитные функции организма, например, реакцию свертывания крови. Белковые молекулы образуют в организме различные комплексы, соединяясь как с белками, с углеводами. Они могут соединяться с минеральными веществами, с витаминами. И вот такие сложные комплексы они образуют. Белковые, белковые, к нему относятся актомиазин, белково-водные, белково-углеводные, белково-липидные и так далее. Белковые молекулы составляют структуры ДНК и РНК, с которыми связана передача генетической информации. Организм, человек не имеет резервы белка. Белок обязательно должен поступать с пищей в организм человека, и он относится к незаменимым компонентам питания. Белок не может быть в организме заменен никаким другим пищевым веществом, ни как пластический материал, ни в функциональном отношении. В то же время сам белок, он может в широком диапазоне возмещать другие дефициты других пищевых вещей, жиров, например, углеводов. Из него могут синтезироваться при недостатке жиров и углеводов в организм. Из белков могут синтезироваться как жирки, как жиры, так и углеводы. Биологическая ценность белков определяется прежде всего их аминокислотным составом. Но особо важное значение, конечно, имеет наличие в белке незаменимых аминокислот. Незаменимых кислот в детском организме 10. К ним относятся метионин, лизинин, трептопан, кинелаланин, лейцин, изолицин, трианин и болин. Вот в ростном организме аргинин и гистидин синтезируются. То есть она в детском возрасте, аргинин и гистидин также относятся к незаменимым аминокислотам. И они тоже должны поступать в органит вместе с пищей. Таким образом, в детском возрасте к незаменимым аминокислотам относятся 10 аминокислот. Белки пищи, процессы пищеварения распадаются на аминокислоты, которые поступают в клон ткани и синтезируются в белки, строго специфичные для данного организма. В настоящее время известно около 80 аминокислот, но наиболее часто встречаются в продуктах 22 аминокислоты. Особенно роль в питании детей имеют белки животного происхождения, которые содержат весь набор необходимых незаменимых кислот. Среди них такие, как лизин, трептофан и метионин. При недостатке в рационе трептофана и лизина наблюдается отставание в росте детей и подростков. Недостаточность лизина приводит к нарушению процессов кости образования и кроветворения. При дефиците метионина изменяется углеводная обмен у детей. Включение в рацион ребенка мяса, рыбы, яиц, творога, то есть продуктов животного происхождения, позволяет обеспечить в полной мере органит незаменимыми аминокислотами. Биологическая ценность белков также определяется их доступностью. Доступность белков определяется их усвояемостью пищеварительной системы. Усвояемость обусловлена многими факторами, как внутренними, так и внешними. Состоянием системы пищеварения, соотношением пищевых ингредиентов в рационе, качеством гулинарной обработки. Белки животного происхождения усваиваются на 97%. Значит, наиболее высокая усвояемость в организме белков животного происхождения. Растительное происхождение белки усваивается на 85%. И при смешанной пище усвоение белков составляет 92%. Источниками полноценного белка в питании детей и подростков являются молоко, мясо, рыба, яйца. Из продуктов – фасоль, горох, чечевица. Они являются источниками растительного белка. Суточная потребность в белках на 1 кг веса зависит от возраста ребенка. В возрасте на 1,3 лет он составляет 4 грамма. В возрасте 3-7 лет он составляет 3,5-4 грамма. В 80 лет – 3 грамма. В 11 лет и выше 2,5-2 грамма. В рационе детей и подростков удельный бед белков животного происхождения должен составлять в возрасте 1,6 лет 65-70% суточного количества белков. А в школьном возрасте он должен составлять 60%. Как же как дефицит, так и избыток белка, он отрицательно сказывается на рост и развитие ребенка. Вот нарушения, вызванные недостаточным потреблением белка, прежде всего, проявляются обычно в снижении иммунитета, в снижении защитных сил организма и в отставании в физическом развитии. При значительном дефиците белка в питании детей развиваются такие серьезные заболевания, как алиментарная дистрофия, квашиоркор. Вот квашиоркор, вы знаете, ребята, это очень серьезные заболевания, которых характеризуется не только задержкой физического развития, но и психическими расстройствами. Избыток белка также отрицательно влияет на здоровье детей и подростков. Повышенный избыток белка в организме сопровождается повышением содержания в организме токсичных промежуточных продуктов, метаболизма. Дополнительной нагрузкой на выделительную систему, усилением гнилостных процессов в кишечнике, повышением риска заболевания, онкологических заболеваний. Следующим важным компонентом питания детей являются жиры. В детском возрасте они возмещают энергиотраты организма и поддерживают иммунитет ребенка. Жиры являются также источниками жирорастворимых витаминов. Вы знаете, к жирорастворимым витаминам относятся витамин А, Д, Е, К. Но наибольшее значение в питании детей, конечно, имеют все абсолютные витамины, но наибольшее значение имеют витамины А и Д, которые поступают в организм только с жирами, так как они жирорастворимы. И поэтому в рационе детей нужно включать как жиры животного, так и растительного происхождения. В состав жиров входят вещества, имеющие большое физиологическое значение. Это паспатиды, полиненасыщенные жирные кислоты, стерины. Жирами в организм также поступают, как я вам сказала, жирорастворимые витамины А, Д, Е, К. Выделяют два типа жиров, это структурный и запасной. Структурный жир, он располагается в протоплазменных клетах, это неустойчивые соединения, липопротеины. Запасной жир, он в виде капель, накапливается в подкожной жировой клетчатке, рыхлой соединительной ткани, в сальнике. Он используется при усиленной физической ракурске. Чем выше температура плавления жира, тем хуже усваивается жир. Функции жира в организме многообразны. Как я вам сказала, он является основным энергетическим материалом. При расщеплении одного грамма жира образуется 9,8 килокалорий, приблизительно принято 9 килокалорий. Кроме того, жир выполняет и пластические функции, как и все макроэлементы. Они являются структурным элементом клеток, входят в состав включения в протоплазму клеток. Важная роль при нас лежит в жирам в создании клеточных мембран. Более 60% мозга нашего составляют жиры. Клетки мозга человека не могут функционировать без жиров. Кроме того, жир в организме выполняет и защитные функции. Все крупкие органы в организме человека окружены жировой оболочкой. Это помогает предохранить их от трав, сотрясений и воздействия внешней среды. Кроме того, в организме жир выполняет также и теплоизолирующую функцию. Жиры плохо проводят тепло, поэтому они являются отличным теплоизолятором, который предохраняет организм от переохлащения. Основной тип жиров, который использует человек, это три глицериды. Сразу после расщепления в процессе пищеварения три глицериды по кровяному руслу попадают в клетки. Некоторое количество жиров тотчас используется для получения энергии. Оставшиеся накапливаются внутри клеток в форме шариков и липидных капель. В состав, как я вам сказала, жиров входят фосфатиды. Фосфатиды тоже являются важными компонентами жиров. Фосфатиды обнаружены во всех клетках организма. Высокое содержание фосфатидов характерно для нервной ткани и ткани головного воска. Фосфатиды оказывают влияние на процессы клеточного обмена, связанные с проницаемостью мембран. Лицитин является одним из представителей фосфатидов. Вот лицитин, он регулирует холестериновый обмен. Фосфатиды часто синтезируются в организме, в печени и почках. Источниками фосфатидов служат многие пищевые продукты. Это яйца, сливочное масло, растительные масла. В состав пищевых жиров входят также и стерины, и зоостерины. Они делятся над зоостерины и фитостерины. Вот среди них самым важным представителем, конечно, является холестерин. Ему принадлежит большая биологическая роль. Холестерин входит со всех клеток организма, придает им гидрофильность, то есть способность удерживать воду. Холестерин является структурным элементом нервных волокон. У здоровых людей 80% холестерина синтезируется и в печени, и только 20% поступает вместе с пищей в организм. Важным компонентом растительных жиров являются полиненасыщенные жирные кислоты. Они присутствуют только в растительных жирах. К ним относятся олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты. Они являются жизненно необходимыми веществами, которые не синтезируются в организме. С ними в организме связано образование соединительной ткани, линолевых оболотов, клеточных мембран. Полиненасыщенные жирные кислоты нормализируют действовать на стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность, снижают проницаемость. Они играют важную роль в обмене холина и витаминов группы В. Полиненасыщенные жирные кислоты оказывают стимулирующее влияние на защитные механизмы организма, участвуют в системе простагландина, биологически активных веществ, которые входят в состав ферментов и гормонов, контролируют в организме давление крови, сокращение мышц и целый ряд других процессов. Основным источником полиненасыщенных жирных кислот, как я вам сказала, являются растительные масла. Доля жиров растительного происхождения у детей ниже, чем у взрослых людей, и составляет 15-20%. 80% жиров должны быть представлены жирами животного происхождения. Жиры растительного происхождения также служат источником полиненасыщенных жирных кислот, а также витамина Е и лицетина. Для детей младшего возраста рекомендуется включать рафинированные растительные масла без термической обработки, то есть заливать салаты, обычно готовые блюда. Из жиров животного происхождения предпочтение, конечно, отдается сливочному маслу, в состав которого входят витамины А и Д, которые имеют очень большое значение для роста и развития детей. Масло имеет хорошие органолептические свойства, легко усваивается, туговкладки жирей маргамины, питание детей запрещается. Превышение доли жира в рационе детей может привести к увеличению массы тела, ожирению. Это может способствовать также и низкая физическая активность детей, если дети, как у нас в современном мире, принято целое много времени, проводят у экранов телевизора, компьютера, в школах они очень долго сидят за партой. Все это способствует, конечно, вместе с повышенным поступлением жиров. Повышенное поступление жиров и наличие вот этих недостатков в образе жизни ребенка, они, конечно, приводят к повышению веса детей. В полноценном гигиеническом отношении пищевой жир должен содержать полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины А, Д, Е, К, фосфатиды, лицетин, холестерин, и при этом легко усваиваются организмы. При правильно организованном питании в рацион должны включаться как животные жиры, так и жиры растительного происхождения. Энергетическая цена суточного рациона детей и подростков за счет жиров обеспечивается 30% энергетической ценности суточного рациона, обеспечивается за счет жиров. Нарушения в питании связаны с повышенным употреблением жиров, чрезмерное употребление жиров, жировых продуктов, наиболее часто сопровождается дефицитом в рационе жирорастворимых витаминах, сокращение, чрезмерное сокращение употребления жировых продуктов, как у нас сейчас есть приметы, очень многие, значит, жировые цены снижают, используют обезжиренные продукты. Вот чрезмерное сокращение употребления жиров, оно часто сопровождается дефицитом в рационе жирорастворимых витаминов, эссенциальных ненасыщенных жирных кислот, фосполипидов, стеринов. Увлечение жира в рацион, особенно за счет насыщенных жиров, приводит к ожирению, повышению риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Углеводы в питании человека. Очень важное значение также имеют и углеводы. Они являются третьим компонентом нашего питания. Углеводы в организме детей и подростков выполняют в основном энергетическую функцию. Избыточное содержание углеводов, особенно простых, приводит к увеличению массы тела, постозности, рыхлости, жировой и мышечной ткани. Такие дети чаще болеют простудными заболеваниями, нередко со осложнениями. Избыточное содержание сахара в пище приводит к кариесу зубов, усилению гнилостных процессов, кишечники, повышению сахара в крови. Деятельность организма в целом и отдельных его систем во многом связана с углеводами и с их превращениями в организме. Нормальное функционирование мозга, мышечная работа, сложные реакции, протекающие в печени, в почке, происходят с участием углеводов. Даже незначительные и кратковременные изменения уровня плюс козы крови вызывают изменения в нервной системе, отражаются на функционировании всех систем организма. Это свидетельствует о значительной роли углеводов в организме человека. Наиболее рекомендуемым углеводом питания детей является молочный сахар, лактоза. Наряду с молоком полезно включать кисломолочные напитки, кефир, простоквашу и другие кисломолочные продукты, сметану, творог, что способствует развитию молочнокислых бактерий, подавляющих в кишечнике рост гнилостной микрофлоры. Полезно питание детей фруктоза, которая не повышает содержание сахара в крови и не участвует в образовании кариеса зубов. Она также необходима для тонуса нервной системы. Фруктоза содержится в ягодах и пчелином меде в достаточном количестве. Питание детей и подростков входит как сложные углеводы, в первую очередь крахмал, который является водорастворимым и при расщеплении образует глюкозу. Детям больным сахарным диабетом необходимо ограничить крахмал. Источником крахмала являются бобовые, крупы, хлебобулочные изделия, а также картофель. Следует в рацион включать и пектиновые вещества. Пектин нормализует кишечную микрофлору, адсорбирует в кишечне токсические вещества, например, свинет. Пектин содержится в яблоках, грушах, персиках, абрикосах, сливе, вишне, черной и красной смородины, а также свежие морковки, редиски и других продуктов растительного происхождения. В организме углеводы находятся в различных формах в виде простых моносахаридов, дисахаридов, полисахаридов, в свободном состоянии и в очень сложных комплексах с белками, липидами и микроэлементами. В организме одни формы углеводов могут переходить в другие, могут синтезироваться за счет белков и жиров. Возможны депонирования углеводов в организме. В основном углеводы откладываются в печени в виде гликогена, и также откладываются, гликоген также откладывается и в мышцы. В циркулирующих жидкостях организма содержится моносахарид, глюкоза, выполняющая многообразные функции в обменах процесса. Большое значение для правильного функционирования организма имеют пептозы и их производные. Они входят в состав витаминных комплексов и в коферментные системы окислительных ферментов. Гликоген – углевод, который относится к полисахаридам. Он отличается и способен депонироваться, как мы отметили выше, депонироваться в тканях организма, в скелетных мышцах. Может он также откладывается, как я вам сказала, в печени. Гликоген скелетных мышц входит в структуру мышечных полокон, создает энергетический фонд мышц. Гликоген образует сложные комплексы с мышечными белками, миазином и миогеном. Он также входит в состав нейтрофильных лейкоцитов, в состав вещества нейронов в головном мозге. То есть он является одним из важных углеводов, дети. Ребята, основными источниками углеводов должны быть в основном продукты растительного происхождения, фрукты, овощи, содержащие полисахариды. Из продукта животного происхождения наиболее полноценным источником углеводов в детском питании конечно является молоком. Основная потребность в углеводах должна утоплитываться за счет крахмала. Количество легкоусваиваемого углевода сахаром не должно превышать 20% от общего содержания углеводов. Таким образом, углеводы в организме выполняют двоякую роль. Они являются как поставщиками энергии, входя в состав ферментных систем, участвующих в извлечении энергии наполненных организмом, а также участвуют в передаче этой энергии регулирующим, работающим системам. Такие углеводы, как пептозы, содержатся в нуклеопротеидах ВРНК и ДНК и в коте состав основных клеточных белков. Нарушения питания связаны с употреблением углеводов. Недостаточное поступление углеводов с пищей сопровождается усиленным распадом жиров и белков, что приводит к накоплению в организме токсических продуктов и катаболизма, развитие симптомов белковой недостаточности, как иксии, атрофические изменения, петелия, слизистые желудочно-кишечные тракты и другие неблагоприятные изменения. Избыточное поступление углеводов приводит к ожирению и к другим нарушениям обменных процессов. Например, избыток сахара в рационе способствует развитию сахарного диабета. Увеличение содержания углеводов и нарушение равновесия между белками, жирами и углеводами сказывается на белковом обмене, вызывая задержку азота в организме. При избыточном углеводном питании может возникать относительное белковое недостаточное, а также относительное недостаточное витамином В1, В2, ВП, магний, железо и марганца. При избыточном поступлении углеводов в организме образуется избыток жира, которым пополняются жировые депо организма, нарушается жировой обмен и развивается тучность. Причины ожирения обычно очень распространены в подростковом возрасте. Лишний вес – это, конечно, дополнительная нагрузка на организм ребенка. У подростков, имеющих лишние килограммы, значительно возрастает риск развития многих болезней. Ожирение в настоящее время, вы знаете, является мировой проблемой. Повышение веса на 17% увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Вот причинами подросткового, также и детского ожирения являются неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональные сбои, генетическая предрасположенность и некоторые заболевания могут привести к повышению веса. Последствия ожирения в детском возрасте крайне отрицательно сказываются на состоянии здоровья, как соматическом, так и психическом. Так это ожирение может привести к развитию сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца, импакта миокаток, заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, деформации сустава, позвоночник. Кроме того, подростки, которые страдают ожирением, они часто закомплексированы, подвержены депрессиям. Полнота мешает им заводить друзей и чувствовать себя комфортно рядом со сверстниками. Эти проблемы в дальнейшем могут, конечно, помешать нормальной социализации ребенка в жизни. Соотношение белков, жиров, углевода, норме, оно должно составлять в возрасте 1 к 1 и к 3 в младшем детском возрасте и в старшем школьном возрасте и подростковом возрасте 1 к 1 и к 4. 4,5 и 5 тоже считается нормой. В таком соотношении в питании детей должны быть представлены белки, жиры и углеводы. Туточная потребность в основных пищевых веществах, белках, жиров, углеводах, нам в этой таблице представлено, ребята. Ежедневное потребление жидкости тоже имеет очень большое значение. Норму потребления жидкости мы представили вот в этой таблице. Микронутриенты. Вот микронутриент, который присутствует в пище, они тоже имеют очень большое значение для нормального роста и развития детей. Обычному микронутриенту в пище представлены минимальные концентрации, в миллиграммах или даже микрограммах. Однако биологическая роль их очень велика. Микронутриенты, они, значит, выполняют, регулируют важнейшие функции организма детей и подростков. Большинство микронутриентов относятся к разряду незаменимых пищевых веществ, необходимых для поддержания гомеостаза и жизнедеятельности организма. Микронутриенты относятся к витамины и, значит, минеральные вещества. Ну, конечно, наличие всех витаминов и минеральных мещат имеет очень большое значение в организме. Я остановлюсь на некоторых основных витаминах. Ребята, вот витамины, вы знаете, делятся на две группы жирорастворимые и водорастворимые. Но мы вам я в начале лекции много говорила вам о жирорастворимых. Витамины, к ним относятся, А, Д, Е, К. Они только, значит, поступают в органет вместе с жирами. Вот витамин А имеет очень большое значение. Он влияет, ретинол. Он влияет на функцию зрения, состояние сумеречного зрения. При недостатке ретинол нарушает и дневное зрение, что выражается сужение поля зрения и нарушение нормального светоощущения. Витамины группы А воздействуют также на процессы роста и развития молодого организма, формирования скелета, состояние покровных тканей. Витамины А могут депонироваться в организме, откладываться в печени. У рационально питающегося человека запасы витамина А в печени составляют более 90 процессов, составляют в печени 90%. Основными источниками ретинола являются продукты животного происходения. Содержание витамина в печени животных и морских рыб может достигать 15 тысяч миллиграмм на 100 грамм продукта. Много ретинола в молоке и молочных продуктах, яйца, мясе, птицы, мясо животных и рыбы бедны ретинолам. В растительных продуктах находятся каротиноиды, которые имеют большое значение в провитаминах, они являются провитамином А. В отличие от ретинола, каротиноиды накапливаются преимущественно в жировой ткани. Превращение провитамина в витамин А происходит в основном в стенках кишечника, а также в печени и других тканях. Каротиноиды находятся в плодах и овощах, окрашенных в красно-оранжевый цвет и в зеленых частях растения. Бывает, как в детском питании на первое место как источник группы витаминов А из растительных продуктов стоит морковь, в котором каротин содержится в легко усвояемом организме форме. Кроме того, этот продукт доступен почти во все сезоны года. Из других растительных продуктов богаты витамином А. Абрикосы, помидоры, зелень, петрушка, зеленый лук, щавель. Степень усвоения каротина из растительной пищи зависит от полноты разрыва клеточных оболочек. Каротин, содержащийся в пюре из моркови, усвоится значительно лучше, чем из целой вареной и сырой моркови. Ну, вот здесь представлена эта картинка продукты, в которых много витамина А, ребята. Витамин Д, вы знаете, имеет очень большое значение в питании детей. Кальций перол, он также называется кальций перол витамин Д. Он необходим для регуляции в сасмине кальция, вот витамины группы Д, они влияют на обмен кальция и фосфора. Недостаточное поступление витамина Д в организм ребенка приводит к развитию рахитов. У взрослых людей тоже недостаток витамина Д приводит к серьезным нарушениям в состоянии здоровья, приводит к остеопорозу, остеомоляции. Вы знаете, что дефицит витамина Д среди населения, также среди детей сейчас распространено, диагностируют наличие достаточного количества витамина Д в организме, и значит, при их недостатке обычно он пополняется помощью различных препаратов витамина Д. значительное количество витамин Д содержится в печеночном рыбьем жире. Рыбий жир является очень важным источником витамина Д и А и других биологически активных веществ. Этот продукт очень высокой биологической ценности. Особой биологической активностью отвечает печеночный жир палтру, салтунца, трески. Печеночный жир используется для получения витаминизированного рыбьего жира и витаминных препаратов. Рыбий жир является также источником арахидоновой кислоты и поэтому рекомендуется включать рыбий жир в питание детей. Значительное количество кальциферола также содержится в икре в красной рыбе, в куриных яйцах, в говяжьей печени, сливках, в сметане, молоку и в сливочном масле. В группе водорастворимых витаминов мы относим большое количество витаминов, но я хотела бы остановиться на витамине С и группе витаминов Витамин С вы знаете, имеет очень большое значение, аскорбиновая кислота, она значительно повышает устойчивость организма детей, неблагоприятный витамин, как фактор внешней среды, так и инфекционным заболеваниям. поэтому, значит, питание детей обычно обращает значительное внимание на содержание витамина С. В каких продуктах содержится витамин С, аскорбиновая кислота? Она не синтезируется и не дополнится, поэтому она должна обязательно поступать пищевыми продуктами. Естественно, источником витамина С, конечно же, являются овощи и фрукты, первые овощи чешеповни, красный перец, облепиха, петрушка, укроп, цитрусы, то есть широко доступные продукты. Кроме того, в организованных детских учреждениях должны, в детских дошкольных учреждениях в течение, так как витамин С, он очень неустойчивый, поэтому при термической обработке он очень быстро расщепляется и поэтому в организованных детских учреждениях обычно проводят искусственную С, витаминизацию готовых блюд и тем самым предупреждают дефицит витамина С у детей. В детских дошкольных учреждениях обычно витаминизацию блюд должны проводить круглогодично, а в школах добавляются витамины питания детей, обычно в зимний, весенний период, период роста инфекционных и простудных заболеваний. Конечно, как недостаток витаминов оказывают очень серьезное влияние на здоровье подрастающего поколения. Вообще в основном все недостатки в питании обычно связаны с дефицитом или витаминов или же минеральных веществ. Обычно недостатка в белках, жирах, углеводах у нашего населения не отмечается. Гипобитаминод представляет собой комплекс нарушениям возникающих в организме при недостаточном поступлении витаминов. Крайней степенью витамина недостаточности является значит А-витамином. При недостатке витамина А нарушается, возникает куриная слепота, поражение кожи, кожа становится сухой, шершавой, слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, верхний дыхатель, мочеполовой системы отмечается плохое заживление ран, ксерофтальмия, сухость роговой оболочки глаза, кератомаляция, размягчение распада роговицы и, конечно, значит, отмечается торможение роста, снижение массы тела. При недостатке витамина С, как я вам сказала, у детей при значительном недостатке развивается серьезное заболевание рахит, которое сопровождает размягчение деформации костей, задержка порезывания зубов. Витамин Е имеет очень большое значение, дистрофический дегеративный изменение скелетной недостатка этого витамина вызывает дистрофический дегеративный изменение скелетной мускулатуры, развитие мышечной слабости, вызывает шелушение кожи, нарушение функции биомедбран, при авитаминозе отмечается, влияет на половую функцию, на репродуктивную функцию, отмечается стерильная нарушение при недостатке витамина К отмечается нарушение свертываемости крови, которое приводит к самопроизвольным паранхематозным кровотечениям, ребята. При недостатке витаминов группы В отмечается серьезное нарушение нервно-психическом развитии ребенка. Так, например, при недостатке витамина В отмечается повышенная физическая и психическая утомляемость, ослабление памяти, внимания, раздражительность, головная боль, могут отмечаться боли по ходу нервных стволов, тяжесть, слабость в ногах, нарушение кожной через целый ряд других нервно-логических симптомов. При значительном недостатке развивается болезнь Бери-Бери-Бери. Со стороны глаз при недостатке витамина В2 также отмечаются серьезные, при недостатке витамина В3, при недостатке витамина В2 отмечается светло-боя, слезоточивость, резвые глаза, но обычно вот ангулярный стоматит очень часто является первым симптомом проявления недостатка витамина В2. Витамин недостаточное поступление витамина В2 также влияет на рост волос, отмечает при их недостатке выпадение волос. В тяжелых случаях распространения дерматиты возникают тропические язвы, целый ряд других неблагоприятных изменений. Витамин В3 или витамин ВП, он тоже приводит к потере аппетита, поражениям слизистой оболочки, кожные изменения и также нарушения нервной системы, приводит к нарушению нервной системы. В6, В12, недостаток этих витаминов, также приводит к серьезным нарушениям в состоянии здоровья детей. Вот очень большое значение имеет витамин В12. При недостатке витамина В12 отмечается значит это самое В1-дефицитное анемия, снижение количества кровяных телец в организме. Не о витамине С я говорила вам, он приводит к снижению устойчивости архиолизма к неблагоприятным воздействиям внешней среды к простудным заболеваниям, при значительном отсутствии витамина С в питании, развивается такое заболевание, как цинга. Основными симптомами являются мелкие кожные и крупные колополосные кровоизлияния, кровоточивые и разрыхление тюзин, выпадение зубов и мышечная слабая. Гипервитаминозы тоже отрицательно влияют на состояние здоровья людей. обычно отмечается гипервитаминозы отмечать при значительном приеме витамина А. Может возникнуть острое отравление при гипервитаминозе А, для которого характерно повышение температуры, покраснение лица, расстройство зрения, кожное сыпь и шелушение, судороги у грудных детей, возможен отек мозга. По приему повышенных доз витамина А беременными женщинами у плода может наблюдаться гидроцепалия, заячьи, губа, в 3% случаев отмечаются пороки сердца. Гипервитаминоз А оказывает признанное воздействие на плод уже на той стадии, когда женщина еще не знает о беременности. Также может развиваться, могут отмечаться и гипервитаминоз витамина D. Он обычно отмечается у всех детей, которым дают повышенные, при повышенном количестве дают препараты витамина D или рыбий жир. Могут отмечаться при гипервитаминозе острые отравления. Затем могут отмечаться боль в зубах, слабость, боль в суставах, повышение температуры, кровоизлияние на коже, хроническое отравление витамина D часто встречают у детей, характеризуется задержкой роста, снижением веса, тошнотой, слабостью, появлением мочи белка, ретроцитов, кальция. При избыточном употреблении витамина D беременным женщинам происходит отложение столи кальция во всех тканях плода при беременности. Гипервитаминоз С, витамином С, также гипервитаминоз С, также отрицательно влияет на состояние здоровья и при длительном повышенном приеме витамина С может отмечаться бессонница, раздражительность, угнетение инсулярного аппарата, гипертония. Кроме того, наблюдается повышенное задушение витамина В12 увеличивается свертываемость крови и нарушается целый ряд других неблагоприятных изменений в организме. Минеральные вещества они тоже имеют очень важное значение для нормального роста и развития детей. Удельный вес их пластических процессов очень высок, они даже служат материалом необходимым для построения тканей растущего организма. Особенно в детском питании вы знаете имеет большое значение это соли, кальция, фосфора, они участвуют в образовании костей. Соотношение между кальцием и фосфором имеет очень большое значение. Оно должно быть в зависимости от возраста это соотношение меняется. Кроме того, на усвоение кальция и фосфора организмом ребенка влияет также количество магния. Магния также влияет на усвоение кальция и фосфора. Поэтому в зависимости от возраста кальция, фосфор и магния они должны быть в определенном соотношении. Я бы хотела остановиться на организации питания наших организованных коллективов, что является нашей основной задачей. Для питания детских организованных коллективов осуществляется соответственно с суточной потребностью детей это нормы макро и микроэлемента. Вот я вам здесь произнесу, это нормы макро и микроэлемента, ребята. Очень большое значение мы с вами разобрали два основных компонента рационального питания. Это количественное и качественное полноценное. Третьим компонентом, как я вам сказала, рационального питания является режим питания. Вот он тоже имеет очень большое значение. Значит, промежутки между отдельными приемами пищи не должны помешать трех с половиной четырех часов. Таким образом обеспечивает лучшее переваривание и усвоение пищи, а также исключается чувство голода. Промежуток между ужином и завтраком следующего дня, то есть ночной промежуток, он не должен превышать двенадцати часов. Вот соблюдение режима дня имеет очень большое значение и является одной из основных элементов рационального питания детей. За школьным годом прием пищи должен проводиться каждые два-три часа и не менее пяти раз в сутки. И распределение пищевого рациона происходит следующим образом. на завтрак дети получают 20-15 процентов, на второй завтрак 10-15, 30-35 процентов получают на обед и полник 10-15 процентов. Ужин составляет 10-15 процентов суточной калорийности, ребята. В школьном возрасте распределение суточного рациона должно быть в следующем соотношении. Значит, на завтрак дети должны получать 25 процентов суточного рациона, 35-40 процентов они должны получать на обед, 10-15 процентов на подни и, значит, 25 процентов суточного они должны получать на ужин. Организация питания детей на первом году жизни. Конечно же, на первом году жизни ребенок в основном должен молочить, Молочную быть на грудном скармливании. Рацион детей грудного возра делится на две части, на молочную и немолочную. Молочное в идеале, конечно, составляет грудное молоко, а при отсутствии грудного молока детям должны давать адаптированные молочные смеси промышленного выпуска. Не молочная часть рациона детей, она состоит из разных продуктов прикорма. Конечно, мы должны всячески поощрять грудное скармливание у матери. Важнейшие свойства женского молока представлены на этой таблице. Во-первых, в молоке максимально сбалансированы все ингредиенты, все пищевые вещества. Она отречает грудное молоко, отмечается высокая усвояемость пищевых веществ в грудном молоке. В матери присутствует широкий спектр биологически активных веществ и защитных факторов. Содержится комплекс бифидогенных веществ, которые оказывают благоприятное воздействие на микрофлоры кишечника. Отмечается низкая асмолярная, оптимальная температура и стерильная. Все это имеет очень большое значение для питания годовалого ребенка. Вот скармливание материнским молоком, оно оказывает влияние на рост и развитие, иммунологическую резистентность, интеллектуальную потенцию, поведенческие и психические реакции. И даже влияет в дальнейшем на обучаемость детей. И поэтому мы всячески должны поощрять матери грудное молоко. В настоящее время, вы знаете, значительная часть детей первого года жизни находят на искусственном скармливании, основу которой составляют специализированные продукты детского питания, промышленного выспуска. Это современные заменители женского молока, это адаптированные молочные смеси, формулы по терминологии зарубежных авторов. По мере роста ребенка возникает необходимое применение дополнительных продуктов, традиционно обозначенных как пищевые добавки или прикорм. У стола у нас часто пищевых добавок относят соки, творог, журтог, а к прикорму различные виды пюре, овощные, мясные, каши, а также молоко и кефир. За рубежом обе эти группы продуктов обозначаются темно-бейк-кост. Ребята, здесь на этой таблице нам представлен примерно суточный набор продуктов для детей и подростков в организованных детских коллективах. Вот здесь, значит, представлены нормы, что должны получать. Это ассортиментный минимум продуктов, которые ребенок должен получать в течение суток. В детских дошкольных, в организованных детских дошкольных учреждениях питание детей организуется на основании меню. Составляется двухнедельное меню и на основании вот этих двухнедельных меню составляются ежедневные меню раскладки, в которых указаны все блюда, которые ребенок должен в течение дня принять, кратность приема пищи и, конечно, количество продуктов, которые приходятся на одного ребенка. Вот здесь есть продукты, и они же, конечно, при составлении ее пользуются вот этим примерным суточным набором продуктов. Здесь есть продукты, которые должны включать в меню питание детей ежедневно. Это, конечно, хлеб, картофель, затем мясо, молоко, масло, затем вот фрукты, овощи и целый ряд сахара, и целый ряд других продуктов. Но есть продукты, которые здесь представлены, ежедневная норма, но их можно включать не ежедневно, а через день. Но в течение, значит, месяца вся эта норма, которая приходится на ребенка, она должна осваиваться. Это какие продукты? Это, значит, яйца, творог, сметана, сыр, растительные масла. Вот они могут включаться, например, яйцо, норма яйца, да, например, ребенок должен, 5-6-летний в день должен получать 0,75 грамм яйца. Можно вот давать через, значит, день ребенку по одному яйцу можно давать ребенку или разделить его на три части. Но норма, она обязательно, которая приходится на ребенка, она должна обязательно, значит, осваиваться. Обычно, вот вы у нас на занятиях тоже делали, проводят медицинские работники, теоретически подсчет калоража. Они считают, каждые 10 дней один раз они делают и рассчитывают на 10 дней, вот весь этот ассортиментный минимум рассчитывают на 10 дней. Например, да, мясо 120 грамм в течение, значит, 10 дней ребенок должен получить, кило 200 мяса. Вот они рассчитывают, что получил это количество мяса ребенок в течение 10 дней или нет. И если не получил, конечно, они разрабатывают мероприятия в следующую декаду для того, чтобы устранить существующий дефицит питания детей. Так рассчитываются вот все продукты. На меня обычно в организованных детских учреждениях составляются обычно, а в детских и дошкольных учреждениях, вы знаете, посещают и дети ясельного возраста, и дошкольного возраста. И поэтому обычно составляются две меню раскладов, то есть происходит дифференциация питания. От ребенка для тех до трех лет составляется одно меню, и от трех до шести лет составляется другое меню. В режиме дня детского дошкольного учреждения регламентируется продолжительность отдельных приемов пищи. Вот это тоже имеет очень большое значение. Для завтрака и ужина отводится 15-20 минут, а для обеда проводится 20-25 минут. Вот это время, которое отводится для приема пищи. Ребенок должен научиться есть медленно, тщательно перешелывать пищу. Правильное значение для правильного пищеварения, конечно, имеет организация самого процесса еды. Должна быть спокойная обстановка столовой, удобная соответствующая росту мебель, сервировка стола, внешний блюд и код. Все должно вызывать у ребенка положительные эмоции. Как я вам сказала, четвертым компонентом рационального питания является примитие действий культурно-гигиенических навыков, которые достигаются притворением в жизнь вот этих положений. Пища подается теплой, температура первого, второго блюда должна составлять 50 градусов. Ну вот и примитие культурно-гигиенических навыков, как нужно мыть руки перед едой, как пользоваться салфеткой, опрятно есть. Вот все это имеет очень большое значение для организации питания детей в дошкольном учреждении. В школах организация рационального питания и организация вообще питания самого школьника имеет очень большое значение. Это правильная организация питания влияет на его успеваемость, обучаемость. Умственная работа является самым сложным видом деятельности для школьников. Вот школьник обязательно должен завтракать, на завтрак он должен получить обязательно горячее блюдо. Но у нас традиционно принято детям на утро давать каши, можно, то есть, овощное блюдо, какой-то напиток, масло с хлебом, бутерброд из сыра. Все это ребенку должен получить и затем пойти в школу. Голодным ребенком в школу отпускают ни в коем случае нельзя. В школе ребенок тоже обязательно так, как он занимается, умственная деятельность, которая является самым сложным видом деятельности. Он очень быстро утомляется, и поэтому на второй перемене обычно дают ребенку, или на второй, или на третьей перемене обязательно ребенку дают завтрак. Вот завтрак обычно, если из дома кладут, вот видите, вот в таких контейнерах, обязательно в этом завтраке должны быть овощи, фрукты, бутерброд должен быть, или кусок мяса, или там курицы должен быть, сыр с маслом. Ну и обязательно должны быть напиток, вот вода обязательно должны давать ребенку, воду. И, кроме того, овощи и фрукты должен быть включен широкий ассортимент овощей и фруктов. Учащие группы продленного дня, они в школу, кроме того, должны получать, а так как они целый день находятся в школе, они должны получить в час, в час тридцать с обед, и если они поздно уходят, в шестнадцать тридцать, для них должен организовываться полный. Дают обычно стакан молока, там с хлебом, с булочкой, с печеньем. Вот так, значит, поддерживать питание школьников. Так вот, для успешного обучения, для повышенного внимания, конечно, ребенок должен, школьник должен рационально питаться. Я хотела бы остановиться на молоке. Вот молоко является необходимым продуктом для детей всех возрастных групп детского населения, особенно в первые лет жизни. Молоко и молочные продукты, они являются очень хорошим источником белка, кальция, идущих на построение костной ткани. Как известно, кальций плохо усваивается в организме. У детей первых лет жизни в желудке вырабатывают фермент химозин, который переводит в белок молока к козеин в легкоусвояемый к козеинат. Ребята, очень большое значение. Значит, я вам рассказала о четырех основных принципах рационального питания. Вот и пятым принципом, конечно, да, вот я хотела вам показать пирамиду здорового питания. Вот эта пирамида, здесь очень интересная пирамиду мы вам представили. Видите, здесь, значит, содержание, вот модель здорового питания. Продукты в ней расположены по мере убывания их значения для организма. Вот ведь в первой группе относятся злаки. Вот, обидеться, 40% должны быть овощи, фрукты, должна быть мука, картопель, хлеб, хлебобулочные изделия, макаронные изделия. В 35% должны составлять овощи, свежие овощи и фрукты. В третьей группе относятся белковые продукты. Это, значит, мясо, рыба, яйца, молоко, масло, сыр. И в четвертой группе относятся, значит, жиры они составляют петий. В 5% составляет четвертая группа, в третьей группе 20%. То есть 5% овощей и фрукты, 40% составляют злаки и картопель. Вот это очень интересная и хорошая, значит, формула здорового питания, ребята. Кроме того, ребята, я вам говорила также о том, вот пятым условием рационального, принципом рационального питания является соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. В пищеблоках наших организованных детских коллективов. Вот пищеблок детского дошкольного учреждения. Он состоит из барочного цеха, помещений для первичной обработки овощей, мытья посуды, кладовых, овощи, хранилища. Вот здесь строго должны соблюдаться пищеблоки, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, которые способствуют предупреждению возникновения у детей различных, значит, отравлений, инфекционных заболеваний, желудочно-кишечного тракта и глистных инвазий. И поэтому пищеблоки строго должны соблюдать все необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования. Вот кухня рекомендуется оборудовать светом, легко проветриваемых помещений. Стены должны быть кофелевны, чтобы легко было их чистить, дежимпицеры. Полы тоже настевают гладким, удобным для влажной уборки материала. Затем, ребята, производственные столы его должны быть, они должны быть без зазоров. Хорошо, если они имеют или пластиковое, или металлическое покрытие. Вот наиболее благоприятными являются такие столы, которые имеют цельнометаллические покрытия из нержавеющей стали. Их очень легко дезинфицировать. Затем, ребята, очень важное значение. Основное соблюдение противоэпидемического режима заключается предупреждение соприкосновения уже готовых и сырых продуктов. По точности технологического процесса так должны быть обеспечены. Пищеблоки организованных детских коллективов, чтобы сырые и уже готовые продукции друг с другом не сталкивали. Но обязательно должны быть раздельные столы. А вот в пищеблоках, интернатах и школах обычно бывают и раздельные цеха, если они работают на сырой продукции. Раздельные цеха. А вот в детских дошкольных учреждениях, используемый инвентарь, он обязательно маркируется. Как в детских, это и в интернатах, в школах тоже. Там каждый цех должен иметь свое оборудование. Из одного цеха в другое это оборудование переносить нельзя. А вот в детских дошкольных учреждениях, разные столы, потом доски, ножи, они все должны иметь вот такую маркировку. Буквами выжигают на досках, на ножах отмечать, что это нож для сырого, мясо, доска для сырого, для вареного, другой, для рыбы, для овощей. В зависимости от назначения проводят вот такую маркировку. Ребята, вот маркировка. Видите, все виды маркировок. Доски, ножи, значит, в цехах, профессиональные технические училия, школы, интернатов. Школы обычно вот цеха тоже маркируют, и весь их инвентарь тоже маркируют ребят. Набор посуды должен состоять тоже из различных, значит, котлов. Должен быть в достаточном количестве. Очень большое значение имеет, значит, правильное хранение продуктов в холодильниках. Вот должны быть отдельные холодильники для скоропортящихся продуктов. Бывают там холодильные камеры, в которых хранится запас продуктов, а в холодильниках должен быть также выделен отдельный холодильник для хранения, значит, суточного набора продуктов, то есть того набора продуктов, которые выписаны на день, на этот день. Очень большое значение имеет правильное обработка столовой, чайной посуды, котлов. Вот устанавливается специально трехкунезная банна, устанавливается для мытья, значит, столовые посуды, для чайной посуды, двухкунезной. К ней обязательно подают горячую и холодную воду, бесперебойная должна быть вода. Обязательно должна быть посуда там, где моется посуда, посуда в моечном помещении. Обязательно должны быть стеллажи. Хорошо, если есть и стеллажи из решетчатых, если они решетчатые, есть даже алюминиевых трубок. Вытирать посуду нельзя, она должна сушиться на этих стеллажах. Очень важное значение имеет соблюдение правил личной гигиены сотрудниками. Они должны мыть руки, часто мыть руки, дезинфицировать. Должен быть раствор хлорамина или хлорной извести 0,2% для дезинфекции. Всегда у них должны быть постриженные. Ногти, конечно, должна быть спецодежда, волосы должны быть убраны под колпак. При посещении санузла они должны снимать эту одежду, в которой они работают, и одевают другую одежду. Конечно, в карманах не должно быть никаких булавок, иголок, вот в куртках расчесок, зеркал, никаких предметов туалета, в их санитарной одежде, конечно, не должны быть. Кроме того, для того, чтобы исключить распространение различных заболеваний, работники пищеблока, они проходят обязательно медицинские осмотры, как перед поступлением на работу, так и периодически они проходят медицинские осмотры. Вот у нас действует приказ министра здравоохранения, согласно которому все работники пищеблока, они два раза в год должны обязательно проходить флюорографическое обследование на наличие туберкулеза, при поступлении на глистные инвазии, на носительство, бактерия носительства, они должны проверяться. Год два раза их осматривают, терапевт, кожбинеролог, кровь берут на сип или измазок на гонокок, в общем, всесторонние, абсолютно эти работники систематически проходят, и тем самым предупреждают распространение различных, значит, инфекционных заболеваний среди детей. Газнадмин, грызунами тоже должна вестись активная варьба в пищеблоках организованных детских коллективах. Здесь, ребята, я вам представила формулу здорового питания. Здоровое питание предусматривает использование 12 принципов употребления разнообразных продуктов, в большинстве которых растительным, а не животного происхождения. Второй принцип это хлеб, изделия из муки, крупы, картофель, нужно употреблять несколько раз в день. Ешьте несколько раз в день разнообразные овощи и фрукты, лучше свежей и выращенной в местности проживания, не менее 400 грамм в день. Затем, ребята, чтобы поддержать массу тела в рекомендуемых пределах, необходима ежедневная умеренная физическая нагрузка. Контролируйте поступление жира с пищей, не более 30% суточной каверной аллорийности и заменяйте животный жир на растительные масла. Жирному мясу и мясным продуктам предпочитайте бобовые, зерновые, рыбу, птицу и постное мясо. Употребляйте молоко с низким содержанием жира и молочные продукты, кефир, простокпаш, йогурт, сыр с низким содержанием жира и соли. Выбирайте продукты с низким содержанием сахара и употребляйте сахар умеренно, ограничивая количество сладостей и сладких напитков. Ешьте меньше соли, общее его количество пищи не должно превышать одной чайной, до 6 грамм. Следует употреблять ядированную соль. Если вы употребляете спиртное, это не относится к нашим детям, конечно, количество спиртного напитка до 20-го населения должно превышать 20 грамм. Приготовление пищи должно обеспечивать ее безопасность. Приготовление блюд на пару микроволновой печи, выпечка или кипячение молока. Они способствуют обеззараживанию пищевых подруктов. Способствовать всескармливой новорожден только грудью примерно в течение 6 месяцев. Это минимум. Чем больше, конечно, тем лучше. Возить прикол следует по степени, не отказываясь совсем от грудного молока. Вот это 12 основных принципов здорового питания. На этом я заканчиваю свою лекцию, ребята. Спасибо за внимание. Желаю вам всем здоровья. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...